В эфире программа «Есть вопрос». Меня зовут Павел Зорин. Здравствуйте. С 4 по 6 декабря в Челябинске пройдет ознакомительная встреча глав регионов стран ШОС. Эту встречу уже называют генеральной репетицией саммита ШОС. Давайте узнаем поподробнее. Сегодня у нас в гостях директор агентства международного сотрудничества Челябинской области Валерий Денисенко. Здравствуйте. Добрый день. Итак, что это будет за встреча? Какова ее значимость и величина? Это будет абсолютно новый формат общения. Именно глав регионов такое не предусматривает ни одна организация на текущий момент, которая существует. Это именно разговоры губернаторов, чиф-министров в разных регионах мира. Это тот формат диалога, который не развивался до этого времени. Соответственно, диалоги между губернаторами проходили либо с участием глав государств, либо в присутствии представителей министерств иностранных дел, и только в рамках больших мероприятий. Сейчас же нашим губернаторам в 2015 году была предложена данная инициатива президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Он поддержал эту инициативу. В Астане в 2016 году на саммите ШОСа была поддержана концепция этой инициативы. И в 2018 году в Циндау была поддержана резолюция провести данную встречу. Это именно формат диалога между главами регионов, обсуждения каких-то насущных проблем, в том числе экономическое развитие регионов, инновации, медицина, здравоохранение, культура, спорт, туризм. То есть это такое всеобъемлющее неформальное общение глав регионов. То есть подобных встреч еще пока не было? Это будет первое? Подобных встреч не было и нет в других организациях мировых. То есть на Челябинску здесь опять выдано право впервые принимать встречу подобного формата и масштаба? Это ознакомительная встреча, это не сам форум. Форум Челябинск и Челябинск область примет только в 2020 году, уже скорее всего после саммита в ШОС и БРИКС, который пройдет. Это именно первая ознакомительная встреча, где руководители регионов могут обсудить межрегиональное сотрудничество. А количество представителей регионов известно уже? Кто подтвердил свое участие? Или это там будут все? Ну и вообще какие вопросы там будут обсуждаться? Ряд стран еще обсуждает своих кандидатов на данную встречу. Подтвердились несколько участников. Это уже из Пакистана, Китая, Узбекистана, Киргизии. То есть это те главы, которые мы уже знаем, это те страны, откуда мы точно знаем, откуда предглавы регионов. А в течение какого времени будет проходить эта встреча? Основной день встречи это 5 декабря. Ожидается прибытие глав 4 декабря. Основной день проведения мероприятий это 5 декабря. И 6 декабря запланировано ознакомление с регионом. То есть планируется посещение и крупных предприятий региона, таких как ЧТПЗ, Советский пищепром, так и обзорная экскурсия, знакомство с регионом и с городом Челябинском. Но все-таки давайте вернемся к вопросам. Какие будут обсуждаться? Известны ли уже форматы мероприятий? И какие вопросы там будут подниматься? Основной вопрос, который обсуждается, это формат межрегионального взаимодействия в рамках данного клуба. Клуба форума глав регионов. Он несколько раз менял свое название в пути становления. То есть когда был форум глав регионов, потом клуб губернаторов, потом сейчас опять мы говорим о форуме глав регионов. Соответственно, будет обсуждаться основной принцип взаимодействия в рамках этого форума губернаторами. Ну это все будет в течение первого дня. Первых дней потом будут ознакомительные встречи, да? Нет, будет большое пленарное заседание, на котором соберутся все ожидаемые наши около 30 глав регионов, где будут обсуждать именно формат взаимодействия в рамках данного форума. Как в дальнейшем будут строиться общения? То есть у нас в этом году проходит ознакомительная встреча, в следующем году тоже, вероятнее всего, в Китае пройдет ознакомительная встреча, в городе Чунсин. И впоследствии уже в 2020 году впервые соберется этот форум, куда придет 30 глав, 30, может быть, больше клуб разрастется к тому времени, и они будут обсуждать уже именно конкретные вопросы. Сейчас они обсуждают формат обсуждения данных вопросов. Ну вот подобный клуб губернаторов, скажем так, и их общение, к чему вообще? Какие цели преследуют и в дальнейшем? То есть что из этого выйдет? Ну это так называемое общение на земле. То есть есть большие внешнеэкономические задачи и каждой страны, и задачи каждого региона в частности, но у каждого губернатора, у каждого главы региона есть свои задачи, как минимум построить школы, развить какие-то определенные инновации, увеличить конкретный объем производства, увеличить экспорт конкретных изделий, как в другие страны, так и в рамках своего региона. И здесь именно происходит то общение, где мы можем помочь, где губернаторы могут помочь друг другу в решении данных вопросов, поделившись опытом, как они это делали, понять запросы регионов из других стран ШОС. А каким опытом мы можем поделиться? И в чем у нас есть передовой опыт, скажем так, чему можем научить? Мы можем, у нас достаточно большие компетенции, если мы говорим про это и металлообработку, чем славится наш регион, так и сельхознаправление. В нашем регионе очень сильно разница, так как мы, я думаю, можем в этих направлениях двигаться дальше. Возможно, это и городская инфраструктура, но это всеобъемничий клуб, мы можем обсуждать что угодно, и региону у нас действительно есть чем гордиться, и я думаю, мы вместе это знаем все общие наши моменты. А какой опыт необходимо перенять вот еще от тех же участников этого клуба? Есть хорошие отзывы, когда проходил саммит ШОС в Циндау в этом году, о красоте этого города, о чистоте этого города, об архитектурных концепциях, которые там реализованы, о подсветке здания, я думаю, как минимум, мне, как горожанину, хочется увидеть данные изменения в городе, я думаю, это можно перенимать, понимать, через какие пути проходили многие, в том числе мы сейчас видим, как внедрялся, например, в Москве у нас дизайн-код, сейчас мы видим, как он внедряется в Челябинске, если мы поймем, как помочь бизнесу, и как донести до него с помощью других регионов, с других стран, как это делается, я думаю, это, например, вот такое подспорье возможно в нашем городе, как минимум. То есть мы можем поделиться опытом в области металлургии и сельского хозяйства, перенять опыт, скажем, в городостроении и в архитектуре, да? Да. Страны-участники, и вот хотелось бы уточнить, вот этот опыт именно в городостроении, в дизайне города не нужно ли перенимать со стороны Москвы, потому что все-таки у нас есть свои особенности, или все-таки там передовой опыт в этих странах, и его тоже нужно принимать во внимание? В настоящий момент, я надеюсь, Южный Урал выходит на общемировой уровень городостроительства, в связи с строительством большой доминанта Южного Урала, это общественный деловой центр, который возводится на берегу реки Миас, и я думаю, нам надо вставать в опыт со всеми столицами мировых, со всеми столицами стран ШОС, как минимум, для того, чтобы быть наравне. Нельзя только опираться на опыт одной Москвы, потому что мы растем, наш регион развивается, и мы хотим выходить на лидирующие позиции, я думаю, где-то наравне с Москвой в каких-то мероприятиях уж точно. А будет ли подниматься вопрос строительства высокоскоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург, и вообще интеграцию ее в длинную высокоскоростную магистраль, проходящую через страншую страну, в том числе в Китай? Этот вопрос на данном мероприятии обсуждаться в рамках форума точно не будет. Возможно, это будет обсуждение в рамках двусторонних встреч с главами, в том числе и китайских провинций нашего губернатора. Но конкретно как пункт в повестке, он один, это обсуждение взаимодействия. А торговые отношения на сегодняшний день между Челябинской областью и Китаем на каком этапе находятся, и будут ли какие-то вопросы решаться в этой области? В рамках двусторонних встреч, естественно, у нас приезжает губернатор провинции Хэлудзянь, города Чуньсиня и провинции Шэньдун. Соответственно, в рамках межрегионального взаимодействия уже наш губернатор обсудит возможные перспективы развития экспорта в данные регионы, как и импорта из этих регионов, и тем самым показав и дав возможность нашим предприятиям выходить на этот рынок. Ну вот сегодняшний темп подготовки к саммиту все ли устраивает? И как раз вот эта встреча, это будет, скажем так, такая контрольная встреча, действительно? Ну, к саммитам темп подготовки идет, соответственно, дорожных карт, проразработанных. Здесь я не вижу никакого, никаких проблем. И, соответственно, данная встреча просто еще раз подчеркнет важность Южного Урала на территории Российской Федерации, возможности региона. И это дает хороший шанс именно презентоваться региону в рамках данного форума. Ну что ж, спасибо. Напомню, сегодня у нас в гостях был директор агентства международного сотрудничества Челябинской области Валерий Денисенко. Спасибо, что заглянули к нам. Спасибо вам. Это была программа «Есть вопрос». Меня зовут Павел Зорин. До встречи в эфире. Продолжение следует...